Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для меня время остановилось Будто было вчера все И в то же время ты чувствуешь, что это нереальное что-то Не могло такое случиться Не могло такое случиться Такое нельзя забывать И считаю это несправедливо и к памяти погибших и вообще тем, кто был там Мы как что-то такое, что надо вычеркнуть из памяти, побыстрее забыть Ну вот какая-то черная страница, которую надо Перелеснуть Субтитры создавал DimaTorzok Тени не умирают Они живут в этом городе вот уже 13 лет 13 лет Как мгновение И как вечность В этом каменном безмолвии Своё летоисчисление Бесланское точное время Отмеряет каждую секунду Боли и невосполнимой потери Страшной, беспрецедентной трагедии От того черного сентября этих людей не отделяет ничего Время не лечит 13 лет назад появился этот новый город Для кого-то крошечная, едва заметная географическая единица на карте А для них самый главный город Земли Город ангелов Новое измерение, разорвавшее все представления о человечестве И цивилизации Огромный, бездонный мир Целая вселенная горя и слёз Город ангелов Он родился за считанные дни И он живёт Потому что живут дети В истерзанных душах матерей Никто, никто не может себе представить Как он теряет своего ребёнка И как он дальше будет жить без него Я думаю, что я Свою материнскую честь не уронила Как-то у нас была такая встреча Когда нас кто-то в чём-то обвинял И пытались нас утешить И призвать к осетинским традициям Что женщины должны молчать, тихо плакать в платочек И говорили о том, что сердце осетинской женщины И честь, она не позволяет ей вести себя Как мы вели себя Потому что мы спрашивали со многих С кого нужно было спросить И тогда Рита сказала Если бы вы могли заглянуть в наши души Очень многие люди Пытающиеся нас обвинить И вот тогда просто зал смог Когда она сказала Если бы вы заглянули в наши души То многие бы ослепли от этой чистоты От этого блеска От этой доброты И от этой любви И для меня вот эти слова были всегда Понимаете, вот они у меня всегда в голове Что душа, несмотря на боль Несмотря ни на какие трудности Ни на какие препятствия Душа, данная Богом, должна остаться чистой Доброй, любящей Поэтому я думаю 13 лет мы несли эту чистоту Доброту и любовь И мы многое смогли сделать Я считаю, что Бесланский теракт Это страшное событие Это как проверка Вот Беслан, он проверил каждого из нас Дождь будет в заложниках В школе города Беслана В Северной Осетии С рассветом переговоров С родителями возобновились Мы четко их требовали Аликс и в позднее время Наши корреспонденты работают Среди заложников Дети, родители, учителя Собственные корреспонденты На Северном Кавказе В черном масках Вехали, захватили Скинули все в спортзал Вот они все там находятся Улица имени Героя России Заура Джебилова Тогда она называлась Улицей Октябрьской Здесь утром 1 сентября 2004 года Была выставлена Первая линия оцепления Сотни людей хлынули сюда Не до конца осознавая Что же происходит там На школьном переулке В первые минуты Единственными источниками информации Были дети Которым удалось убежать Из спортзала Во время захвата заложников Они все загнали в спортзал И говорят, что А у нас в спортзале Знаете, как Окна такие решетчатые Не просвечивают И они, говорят Детей поставили к окнам Бежали Вот с автоматами Я сначала думал Просто шутка какая-то Потом стреляют Начали в воздух И мы побежали Где-то 15 было И Я смотрю Бинокль И тут что-то чувствую Летит что-то Первая Она, я тоже в школе работаю В школе-интернате И я утром рано Пока вот по дому Она мне говорит Ну мама Пошли быстрее Пошли А я так хотела С ней выйти Настолько она вот Взрослая стала Какая-то Мы вышли Ну у меня вот Когда вот мы вышли У меня прямо Аж сердце как-то Потом Пошли я и говорю Сабина Никуда не ходи После школы Как-то я за нее Переживала Я говорю После школы Сразу домой придешь Я зашла В интернат Она ушла Через дорогу Она переходила И мне Помахала еще рукой Мам Давай Вот Потом Зашла в школу Дети ко мне Подбежали Букет и все Я даже свой букет Другой учительнице Отдала Говорю Люда держи Говорю Что ты мне говорю Вот какой-то Вот у меня Потом смотрю Люди Бегут со школы Вот Ну с первой школы В сторону интерната И ну уже Кричат Что школу захватили Первый город Осетия Ставший известным На весь мир Нет ни одного человека Который бы не услышал Страшные вести из Беслана Детей понесли там Всегда умиротворенный Наполненный детским смехом Школьный переулок Подначасти превратился В самую горячую точку планеты Здесь Вспыхнуло пламя Поглотившее смысл жизни Надежду На ее продолжение Те, кто пережил Этот конец света Пробовали делать Первые шаги В новом мире Но пробовали потом Спустя годы Все события Они В моей памяти Такие четкие Порой хочется Протянуть руку Дотронуться Прикоснуться Почувствовать Ну Это живет со мной Все эти годы Боль Ну знаете Когда В сердце Большая любовь Матери К ребенку Это Любовь Вы знаете Ну наверное Я сама Это больше Чувствую Понимаю Что эта боль Она Ну Топит все Вот в этой любви Иногда Смотришь на небо Бывают такие Какие-то мгновения И кажется Вот Небо полностью Это мой ребенок Вот Настолько Много Она Во мне И Так много Ее во мне Напишу письмо маме Можно И отправлю его С небес Просто вижу Как ей тревожно Пусть почувствует Я еще есть Я живу Только в гости К маме Прихожу Не скрипя Дверьми Нет земли Под моими ногами Я летаю Мне крылья даны И когда она спит Тихонько Укрываю ее По ночам И целую ее Легонько Прижимая Ладони К губам Я сижу У ее постели И смотрю На ее глаза Сколько слез Они перетерпели Сколько боли Из-за меня Я была С своей девочкой Мне было Девять лет Всего И меня часто Спрашивают А ты была С ней Когда узнают Что она погибла То есть У людей Не вяжется Это что я жива А ее нет Как мы были рядом А ты рядом С ней была Я говорю Да была рядом Когда твой ребенок В течение Этих трех дней Страшных Смотрит на тебя И спрашивает Мамочка Нас убьют Это страшно Не знаю Самое страшное Это то Что нельзя Вернуться Вот в то время И не пойти Опоздать Я не знаю Ногу сломать Я ее не спасла Но я смогла Ее вытащить Оттуда Видела ее Живой И надеялась Что она будет Жить Напишу письмо Маме Можно? Не забудьте Его послать Чтобы не было Ей тревожно Чтоб без боли Смогла засыпать Чтоб картинки Тех дней ужасных Перестали ее топить Чтоб надежды Молитв напрасных Не душили А дали ей жить Напишу тебе Пару строчек Ты живи Моя мама Живи Шлю тебе В том конверте Кусочек И своей Непотухшей души Напишу Чтобы все узнали Что никто Из ушедших С земли Не остался Гореть в Беслане Верой Господу Служат они Это уже не жизнь Она просто существует Может мы не так плачем Как тогда Постоянно И чуть ли не Чуть ли не ночевали На кладбище Были такие Которые ночью Даже оставались там Но Годы идут И Эта потеря Ощущается Все-все Тяжелее И конечно Жизнь продолжается Это закон природы И люди должны жить И Ну Это не жизнь Это не жизнь Конечно Три дня ада А потом месяцы пыток Опознания Похороны Экспертизы Перезахоронения Лечение Реабилитация Расследование Суды Все это можно было пережить Только ради детей Ради памяти И ради смысла Ради жизни В конце концов Жизни в которой Такое Не должно никогда Повториться Первые годы Наверное Ушли на то Чтобы просто Прийти в себя Потом уже Когда Начинаешь Вспоминать Все те события Которые Прошли за спиной После После всех этих событий Иногда Даже порой Себя не узнаешь Ты ли это был Соответствовал Это вообще Твоему характеру Твоим принципам И думаешь Ну Как-то Видишь перед собой Другого человека Абсолютно В прошлом А потом Ушло время На то Чтобы просто Вернуться Попытаться Вернуться Наверное До конца Невозможно В нашей ситуации Но Хотя бы Выйти на какую-то Прежнюю планку Осознание того Что нужно жить И жить по-человечески Правильно И наверное Даже еще правильнее Чем раньше Мир перевернулся Да? Он стал другим Вы знаете Для нас точно Он стал другим Потому что Это уже мир В котором Нет тех Людей С которыми Наверное Хотел и мечтал Прожить всю свою жизнь Ради которых Ты жил И нужно было Просто найти силы И иногда Думаешь Уже ушло Целых 13 лет На то Чтобы вот Как-то попытаться Научиться Жить в этом мире В новом Для себя Может быть Помогло то Что ты не один Просто Марина Скажите А вы стали Жестче Или мягче Добрее Или как-то Обозленнее Вот вы Пытались анализировать Как изменился Внутренний мир Вот ваш Ну первые годы Я думаю Что я стала злее Жестче Или обида Какая-то была Внутри Которая не знала В какой форме Вылиться И Выливалась Часто в форме Может какой-то Небольшой агрессии Несвойственной Мне По сути А Сейчас я Уже В последние годы Как бы Просто появилась Необходимость Не то что Стать добрее А стать чище Стать Наверное Ну как сказать Правильно Чтобы Передать свое состояние Наверное Стать сильнее Такой Как вы бы хотели Видеть вас Дети Да Наверное Вот Да Потому что В основном Все свои поступки Все свои Помыслы Я всегда Оцениваю Со стороны Не людей Которые живут рядом А со стороны Детей Которые смотрят Сверху И всегда Думаю о том Как бы Оценила мой поступок Моя дочь Поэтому Ответственность Это Она Просто Наверное Обязывает Поступать Стараться Поступать Правильнее В жизни И не совершать Каких-то ошибок Чтоб потом При встрече Не было стыдно Наверное Первая школа И город Ангелов Два адреса Вечного детства Вечной боли Траурный маршрут Беслана На все времена Каждый год С 1 по 3 сентября Здесь многолюдно А что потом Что в другие дни Помним ли мы Беслан Как помнят его Здесь Мы часто слышим Разговоры о том Что вот достаточно Что вот зачем Что вот зачем Отрывать охрану Вот зачем Напрягать людей Вот зачем Созывать студентов Вот зачем Вот насильных Заставлять ехать Даже если Никто Никого Не отправит Для участия В траурных мероприятиях Для нас Отдать частицу Своей доброты Вот своего участия То я думаю Вам вернется Это сторице Хотя Кто считает Что не надо Это дело каждого Но это очень помогает Я знаю Когда в школе 1, 2, 3 сентября Бывает много народу И сквозь слезы Все говорят Ты посмотри Сколько людей Посмотри Как много людей Они помнят до сих пор Конечно Все помнят Ну и Если в каждом Есть частица Этой доброты И частица Этого участия Я думаю Не надо Оглядываться на тех В которых этого нет Но тех В которых этого нет Их меньшинство Так что Участие И очень великое В этом есть После теракта Первую школу Хотели снести Матери Беслана Ее отстояли Они не хотели Никаких новых Мемориалов И сооружений Их боль Поселилась В этих стенах Той осенью Здесь она живет И сегодня Блуждает по коридорам Непрекаянной тенью Теяющие окна Разрушенной школы Словно соединяют Два мира До И после Беслана Сама школа Она мощный инструмент В воспитании Наших детей Детей В неприятии зла Смерти В неприятии Вот фанатичного Отношения К религии Неприятия Терроризма Это Зло Которое Нужно Искоренить Искоренить Всем миром Я думаю Что вот Сама школа Она Сама об этом кричит Стены Спортзала Там не нужно Нише лишних слов Там не нужны Экскурсоводы Которые бы Рассказывали Всю статистику Событий Сами вот Стены Спортзала И школы Они говорят О том Что Нельзя убивать Нужно жить В мире Нескончаемое Эхо Беслана В каждой семье Потерявшей Близких В каждом Неравнодушном Сердце Звонит Бесланский Колокол Тринадцать лет Не пять И не четыре И каждый год Всего один вопрос Ответь мне Человек Живущий В мире За что Я до мужчины Не дорос За что Не доросла Моя сестренка До девушки До мамы До седин И почему Не слышно Песен звонких Как раньше Из хазаров Осетин Мне этот Груз и здесь Дышать мешает И мысли Что за столько Годовщин Моя душа Всего лишь Белый шарик На фоне Этих Красочных Вершин Самое главное Мирное Небо Чтобы Люди Друг друга Поняли Чтобы Вот такой Трагедии Нигде Никогда Больше Не случилось Чтобы Во сне Даже Вот это Никто Не увидел Самое Главное Вот Мира Мира И мира Больше Ничего Чтобы Ни одна Мама И ни один Отец Чтобы Такого Горя Никогда Не увидели Что Ценили Каждую Минуту Каждому Дню Радовались Со своими Детьми И близкими Ну вот Как-то Так Семь Это Здесь Всегда Помнят Добро Матери Беслана Рассылали Благодарности Всему Миру Чтобы Не забыть Сказать Спасибо Ни Одной Стране Ни Одному человеку, протянувшему руку помощи. То, что случилось в Беслане, я думаю, что это уже на века. То есть это не может уйти, это уже не может забыться. как бы нам больно не было, вот матерям, которые потеряли своих детей, мы считаем, что наши дети это как ангелы-хранители нашей республики, нашего народа. Что еще могло случиться в истории человечества, что вот так жестоко и бескомпромиссно могло бы заставить нас по-новому взглянуть на себя, на людей, на мир вокруг? Свои уроки Беслан не просто рассказал, он кричал о них, кричал на весь мир от боли и бессилия. Все ли уроки мы усвоили, какими мы вышли из Бесланской школы, смогли ли стать добрее, ближе друг к другу, надежнее, честнее. Вопросов пока много. Для того, чтобы найти ответы на них, возможно, потребуется время. Наверняка целая бесконечность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова